МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Представители органов местного самоуправления Приморья, представители профессионального сообщества, специалисты управляющих компаний и ТСЖ, а также юристы и просто активные граждане. Участники рассмотрели важнейшие изменения жилищного законодательства, обсудили судебную практику в области управления жилой недвижимостью. А слушатели получили ответы на вопросы и практические советы по вопросам представления жилищно-коммунальных услуг. И сегодня у нас есть прекрасная возможность поговорить об основных моментах ответственности в области ЖКХ с нашими гостями, которые, к слову, уверены, нельзя во всех провалах винить исключительно управляющие компании. Все-таки проблемы – это система, нежели вина одной стороны. На эту тему мы будем рассуждать с представителями ООО Центра дистанционного обучения АКАТА, город Санкт-Петербург. Здравствуйте. Одновременно с представлениями я хотела бы для наших телезрителей рассказать о вашей деятельности буквально вкратце. Итак, сегодня у нас в студии ведущий лектор Кокин Игорь Александрович. Здравствуйте. Здравствуйте. Это эксперт Центра передовых технологий Академии народного хозяйства при правительстве Российской Федерации, город Москва. Член научно-экспертного совета при Комитете по делам местного самоуправления Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, а также директор ООО «МСУ-Консалт». Он не первый раз в Владивостоке, и его лекции право выходят с большим успехом. Так получается. Так получается. Отлично. Его коллега Нифонтов Дмитрий Юрьевич, здравствуйте, сегодня тоже с нами. Руководитель проекта ЖКХ Центра дистанционного обучения АКАТА, город Санкт-Петербург. Член правления Национальной ассоциации инфраструктур в Москве, практикующий юрист и автор актуальных публикаций, которые довольно широко обсуждаются общественностью, и мы обязательно к ним сегодня вернемся на эфире. На вопросы сегодня будет отвечать и житель нашего города, профессиональный управдом Ковалев Сергей Владимирович, юрист, депутат Думы города Владивостока, а также президент Ассоциации управляющих компаний и предприятий ЖКХ Владивостока, генеральный директор ООО «Приморские коммунальные системы» и член общественного экспертного совета по качеству услуг ЖКХ при губернаторе Приморского края. Сергей Ковалев имеет высшее юридическое образование, работал в качестве правового эксперта в администрации края, так что я думаю, что разговор у нас с вами сегодня получится весьма интересный. И прежде всего, конечно, хотелось бы, наверное, попросить о том, что, несмотря на то, что тема ЖКХ, она актуальна всегда, но очень многие сталкиваются с тем, что просто путаются в терминах, не понимают. И поэтому сегодня, конечно, хотелось бы попросить вас максимально ближе к народу разъяснять эти проблемы, разъяснять эти вопросы, и, может быть, какие-то термины я буду периодически к ним приходить. Итак, начнем. Первый вопрос к Игорю Александровичу Кокину. К вам, как к эксперту уже федерального уровня, непосредственно, который взаимодействует с органами государственной власти. Расскажите, почему, на ваш взгляд, ЖКХ у нас длительное время признается проблемой номер один. Почему так? Почему ЖКХ, это, знаете, больная тема общества, наверное, можно сказать. Ну, понятно, почему она больная. Причин очень много. Я могу тут целую передачу про них говорить. Но на самом деле основная проблема этой сферы заключается в том, что в значительной степени проблемы этой сферы – это наследие советских времен, это попытка внедрить рыночные механизмы в ситуации, когда жители не готовы брать на себя ответственность за содержание жилья, это ситуация, когда у нас основной потребитель не зарабатывает достаточно средств, чтобы надлежащим образом содержать принадлежащие ему дома. Вот из этих проблем все проблемы ЖКХ вырастают. Все остальное – следствие. Как считаете вы, Дмитрий Юрьевич, Сергей Владимирович? Ну, я поддерживаю, конечно, такую точку зрения. Но я дополнительно хотел бы отметить, что сфера ЖКХ у нас, на мой взгляд, излишне политизирована. То есть все политики у нас постоянно лезут в ЖКХ, хотя некоторые из них не имеют никаких полномочий, скажем так. Но, тем не менее, пытаются заниматься этой сферой. И все время ищут каких-то виноватых. Ну, и, разумеется, еще одна из причин ЖКХ у нас касается все-таки каждого гражданина. Каждый сталкивается с этими услугами. И поэтому, конечно, такая тема актуальная и, в общем-то, проблемная, скажем так. Сергей Владимирович. Я уточню. Давайте. На мой взгляд, лишь государство слишком рано ушло из сектора экономики, бросило. Сейчас, конечно, возвращаемся мы к централизованному управлению ЖКХ. Об этом говорят и закон о капитальном ремонте, о лицензировании. То есть государство пытается наверстать то, от чего, в принципе, отошло. И, в принципе, ЖКХ – это та отрасль, куда пустили частных предпринимателей. Я имею в виду управляющие компании. И вся ответственность гораздо проще свалить на тех лиц, которые поверили государству и пришли в этот бизнес развивать при всех тех проблемах, которые имеются. То есть зачастую управляющие компании… Есть расколы в обществе, которые приводят к тому, что непонимание и общественности, и государственных структур, и что там говорить. Не все управдомы, достаточно квалифицированные. И профессиональный уровень многих желает лучшего. Да, об образовании, конечно, сейчас тоже поговорим. И хотелось бы еще сказать. Очень часто говорят, что у нас реформа ЖКХ носит какой-то перманентный характер. И что это означает? Что значит перманентный? Ну, перманентный – это значит непрерывный. Это значит, мы все время находимся в стадии реформирования. И государство пытается искать способы решить те проблемы, которые есть в системе, не меняя саму систему. Что, естественно, порождает попытки каждый раз, а давайте вот так попробуем, а давайте так попробуем. К сожалению, это неизбежно. Если систему не менять, мы будем пытаться ее совершенствовать до бесконечности. Кто должен заниматься изменением этой системы? И как-то обращается ли внимание вообще на то, как это делается, например, за рубежом? Берутся какие-то примеры, шаблоны, как-то обращаются вообще к этой теме? Или у них не лучше? Ну, насчет не лучше – это вы очень сильно сказали. На самом деле у нас страна уникальная. У нас мы единственная страна в мире, где такое количество собственников жилья. Таких просто больше нет. Поэтому ориентироваться на западный опыт у нас не получается, просто потому, что там совершенно другие механизмы. Там собственник дома один, он сдает жилье в наем. И в этом отношении у него совершенно другие отношения. Что надо сделать и кто это должен сделать? У нас в соответствии с конституцией жилищно-коммунальное хозяйство – это предмет совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. И вот только эти две руководящие силы и могут систему изменить. Если захотят. И если смогут. Сергей Владимирович, вы как представитель уже нашего города, расскажите, что у нас на месте творится вообще с каким-то законодательством? Как это решается на месте? И отличается ли от московского какого-то, может быть, ну не диктаторства скажу, да, от московских тенденций? Есть и перекос. Перекос в правоотношениях между субъектами рынка. Есть исполнитель коммунальных услуг, управляющий компанией. Существует такое понимание у нас у людей, что управляющая компания – это та инстанция, которая всем все обязана. И в жилищном законодательстве поименован исполнитель коммунальных услуг. Хотя на самом деле управляющая компания, она занимается внутридомовыми системами и оборудованием. Она лишь в силу закона, текста закона, оказывает коммунальные услуги, но доводит до дома ресурсы и тепло, вода, и электричество. Не она, не управляющая компания. И жители думают, что все эти деньги идут непосредственно управляющей компанией, и она их якобы куда-то девает, и где-то они в бездонной бочке остаются. У нас действительно ЖКХ по правительству Российской Федерации, в своем распоряжении 80-м р, говорит о том, что годовой 4,5 миллиарда – это годовой оборот ЖКХ. Это порядка 5,7% отвала внутреннего продукта Российской Федерации годового. Вот этот перекос в отношениях управляющей компании, что это значит? Управляющая компания покупает ресурс и обязана его подать каждому потребителю, довести его до потребителя. Но в итоге деньги собираются у нас нечасто, где-то жители бывают неплатежеспособные, где-то еще. Но обязанность компенсации всех затрат лежит именно на управляющей компании. Житель недоплатил, ресурсоснабжающие организации могут взыскать и в судебном порядке, и просто в безакцепном порядке, у кого какие договоры с ними заключены. Вот эти недостающие суммы. Поэтому перекос в пользу ресурсников однозначный. Ну, скажите, пожалуйста, вот вы говорили сейчас, что управляющая компания – это посредник, и все якобы думают о том, что оседают деньги, как у посредника. Здесь берет, там не отдает. Ну, вот если так, вот прям очень схематично. Ну, а разве не бывает действительно такого, бывает ли, разве не бывает таких негативных примеров, или жители всегда заблуждаются? Бывают, бывает. Я говорю, что далеко не все так прозрачно в отрасли. И есть большие случаи просто-напросто откровенного мошенничества со стороны недобросовестных управдомов. Я, если можно, приведу пример один. Я думаю, жителям будет интересно. Вот на прошлой неделе произошло трагическое событие. В Рязани взорвался дом, тут все средства массовой информации всей страны это тщательно описывали. И первая реакция на взрыв дома – управляющая компания. Там управляющая компания такая-сякая, тепла не было. Проходит некоторое время. Выясняется, что вообще-то была котельная, частная, и владелец этой котельной тепло в дом не подавал. Ну да, наверное, это теплоснабжающая организация. Потом выступает губернатор Рязанской области, говорит, так тепло в доме было, все-таки мы все вопросы решили, там, вот, с трудом, но заставили, тепло запустили. А, оказывается, последняя версия, а это оказывается житель. Ну, то есть, на самом деле, вот эта вот сложившаяся практика, что во всем виновата управляющая компания, действительно имеет место быть. Так что тут ничего удивительного нет. Такой перекос действительно имеет место быть. И это в целом по стране, это ситуация уникальна не только для нашего любимого города Владивостока. Я вот с нашими гостями, западной части России, тут же разговаривал, и региональное, и федеральное законодательство, одни и те же проблемы. Главное, как власть на местах может оперативно решать те или иные вопросы, насколько она сможет выстроить свои взаимоотношения и с ресурсоснабжающими организациями, и в том числе с управляющими паниками. Я полагаю, что есть необходимая полномочия, в частности, муниципальный жилищный контроль именно на нашем местном уровне. То же самое на региональном уровне. Работают государственные жилищные инспекции, которые осуществляют цензионный контроль и надзирают за деятельность недобросовестных лиц. Я предлагаю и о жилищном контроле, и о мифах ЖКХ, о чем мы, собственно, и хотели с вами переговорить. Продолжите об этом уже после рекламы. Не переключайтесь, мы уходим на короткую рекламу. Я напоминаю, что сегодня мы обсуждаем проблемы и мифы ЖКХ. И я предлагаю продолжить эту тему, уже поскорее перейти, собственно, к самим мифам. Действительно, жители обычные, жители, может быть, неграмотные в этой сфере, вы уже правильно отмечали, что во всех грехах, по сути, всегда винят систему ЖКХ и больше управляющие компании и ТСЖ. Скажите, а вот что необходимо делать простым гражданам, чтобы хоть как-то повысить свои знания в этой сфере? Может быть, есть какие-то действительно курсы, школы, в том числе и на муниципальном уровне? Расскажите об этом, пожалуйста. Давайте с муниципального, наверное, уровня начнем. Ну, Владивосток, я могу похвастаться, впереди, перед коллегами. Впереди планеты все. У нас замечательный опыт есть, коллеги не знают, я сегодня не успел им рассказать. У нас есть муниципальная школа управдом. Да, возможно, некоторые вещи там заполитизированы. Но, тем не менее, при администрации города Владивостока есть регулярная программа, которая выходит уже на протяжении, по-моему, третий год. Да, да, да. Уже программа очень интересная, очень эксперты, достаточно авторитетные приходят в студии, где жители, в принципе, оповещаются о тех или иных темах и жители со всего города. Но я могу сказать, вот это то, что у нас есть, город Владивосток, Приморский край, могут, ну, по праву этим гордиться. Потому что я тоже часто бываю в регионах здесь, по Дальнем Востоке. Люди просто открывают рот, да, у нас хорошо, и говорят, а вот у нас власть, ну, к сожалению, не понимает важность жилищного просвещения в области ЖКХ. То есть это не во всех регионах, да, существуют такие образования, а такие просветительские курсы, да, это, я на самом деле думала, что это практически во всех городах такое. Ну, на самом деле у нас есть целая программа «Единая Россия», называется «Управдом», она реализуется во многих регионах Российской Федерации, но только по-разному реализуется. Это же зависит от тех людей, которые эту программу реализуют. Некоторые просто отчитываются, а некоторые делают. Так что не у всех. Да, далеко не у всех. Очень поскорее хотелось бы перейти все-таки к мифам ЖКХ. Вот какие мифы можете выделить вы, основные? Основные? Ну, наверное, наиболее вообще хотелось бы сказать, откуда вообще эти мифы берутся, то есть и какой основной у них постулат, скажем так. То есть в первую очередь люди пытаются доказать, что они не должны платить столько, сколько они платят. Всегда окажется много. Да, сумма завышена, и они начинают искать, что же в этой сумме не так. И создаются различные такие лжетеории, основанные на частичном цитировании законов, каких-то там технических особенностей и так далее. Ну, наиболее распространенный, вот как мне кажется, миф, что общее имущество не принадлежит собственникам помещений. То есть у нас, согласно жилищному законодательству, что собственники помещений в многоквартирном доме совместно владеют общим имуществом. И вот ряд таких собственников, там уже целая такая группировка, можно сказать, активно доказывает, что общее имущество вообще им не принадлежит. Из чего, соответственно, следует вывод, что платить они ничего не должны, содержать они его не должны и так далее. Они приводят в обоснование, что общее имущество не оформлено, никакого там свидетельства о праве собственности на него нет, что муниципалитет там кому-то чего-то не передал. В общем, там возникает различные доказательства, но суть одна, что общее имущество – это не их имущество. Ну, следующая, наверное, такая тоже ложная теория, тоже связана с общим имуществом – это о порядке ведения расчета стоимости за содержание жилья. То есть у нас стоимость как определяется? Есть тариф какой-то, который умножается на площадь помещения, которую владеет собственник. И вот собственники, некоторые, вычетав в жилищном кодексе, что они же все-таки платят за содержание общего имущества, начинают, соответственно, говорить, что должен тариф умножаться не на площадь квартиры, а на долю в площади общего имущества. Которое, естественно, меньше. Ну, тоже, конечно, несостоятельная теория, потому что общее имущество – это не только помещение, но различные инженерно-технические устройства, провода, трубы и так далее. То есть площади они не имеют такой единицы измерения. Вот. Ну, наверное, две вот таких вот основных теории ложных. Ну и плюс можно добавить, исходя вот из того, что уже коллеги говорили, что управляющих компаний часто обвиняют в том, что они чего-то делают не так. То есть распространено довольно-таки мнение, что именно управляющие компании и ТСЖ устанавливают тарифы на коммунальные услуги. Ну, то есть, когда люди жалуются, вот мне там управляющая компания или ТСЖ оплату за отопление повысила. То есть понятно, что полномочий по установлению таких тарифов у управляющих компаний и ТСЖ не существуют, но, тем не менее, вот это мнение довольно-таки распространено. Ну, можно еще много там различных ложных теорий приводить. Не знаю, насколько время позволяет. Я думаю, скорее бы к практике, на самом деле, перейти. Потому что, да, потому что, опять же, есть несколько практических вопросов. Мы в силу своей профессии, конечно, очень часто реагируем на просьбы граждан, когда просят приехать и разобраться. Конечно, разобраться мы такого ни образования, ни полномочия не имеем, да, но, конечно же, осветить некоторые проблемы всегда хочется. И есть действительно некоторые вопросы, которые вот я сейчас, может быть, пользуюсь случаем, да, вот как-то хочу вам задать. И, соответственно, может быть, кто-то для себя сделает какие-то отметки. Вот говорите, что периодически, да, с управляющими компаниями или с ТСЖ спорят жильцы. А могут ли жильцы за некоторые услуги оплачивать непосредственно ресурсоснабжающему предприятию? То есть, например, напрямую, обходя ТСЖ, если, например, есть какое-то недоверие, да, председателю, платить напрямую, например, энергетической компании. Такое возможно? Да, могут. У нас 155-я статья Жилищного кодекса предусматривает возможность перехода на прямые расчеты. Нужно провести общее собрание. Общее собрание жильцов, да? Да, собственников помещения этого дома. И если решение будет принято большинством голосов, платежи пойдут напрямую ресурсоснабжающим организациям. Это их право. Если, например, разделился дом, да, половина хотят, половина не хотят. Половина доверяет ТСЖ, предположим, половина не доверяет. Может ли только половина? Вся проблема многоквартирных домов заключается в том, что жители должны научиться договариваться и находить компромисс. Если разделились ровно пополам, решение не будет принято. А вот если договорились, если нашли консенсус, набрали большинство, тогда решение будет принято. Кто на себя должен брать инициативу по поводу примирения, например, враждующих сторон или разделившихся сторон? И почему вообще такие расколы происходят? Не повиняли самих ТСЖ, предположим? На самом деле, если в доме происходит раскол, причин может быть много, в том числе и не совсем корректная работа той управляющей организации, компании ТСЖ, которая работает в этом доме, а может быть и другая причина, может быть причина связана с тем, что есть какие-то личные интересы у конкретных собственников, которые эти личные интересы каким-то образом продвигают. Вот я неоднократно сталкивался с ситуацией, когда в результате личной неприязни конкретного человека и председателя ТСЖ или руководителя управляющей компании. Он говорит, ах, ты такой? Сейчас я тебе, сейчас я жалобу напишу, сейчас я людям все расскажу. Возвращение, что в азарт даже входит. Да, и в азарт входит, и все, и война, все. Это все достаточно субъективно, чаще всего. Объективно, когда людям начинаешь объяснять, когда люди разбираются действительно в том, что происходит в доме, кому это все принадлежит, многие мифы, о которых вот Дмитрий Юрьевич говорил, они просто сыпятся и про них забывают, потому что никто не даст нам избавления, ни бог, ни царь, ни герой. Сегодня законодательство устроено таким образом, что дом принадлежит собственникам и только собственникам, и никто, ни управляющей компанией, ни ТСЖ, ничего без них в доме сделать не может. Если даже и пытается какое-то время, все равно приходит момент, когда надо спросить, надо провести собрание, надо принять решение. Так что это вопрос компромиссов. И скажите, вообще в создании мифов, наверное, немалую роль играют информационные войны, так называемые, которые сегодня, наверное, все актуальнее. Можно вот у нас буквально осталось несколько минут до конца, вот о них буквально вкратце. Ну, если говорить про информационную войну в ЖКХ, ну, собственно, все признаки присутствуют, поскольку времени мало я не буду перечислять. Но если рассматривать признаки информационной войны в геополитике, в нашем ЖКХ вот они прям все присутствуют. И субъектами этих информационных атак в первую очередь как раз и являются у нас управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, то есть исполнители коммунальных услуг. Кому это выгодно и с какой целью это делается, сложно сказать. Но делается, как я полагаю, это все-таки целенаправленно. Ну, потому что результаты очевидны. И могли бы, скажем так, некоторые органы, организации задуматься, да, если бы хотели что-то исправить. Но никто исправлять ничего не хочет. Ну, напоследок, очень хотелось бы от каждого гостя услышать какие-то, может быть, напутственные слова, в том числе горожанам, да, потому что у нас передача городская, о том, что действительно необходимо делать, чтобы все вместе, да, потому что все-таки проблема комплексная, системная, улучшить эту сферу. Прежде всего, жильцам, я так понимаю. Ну, я думаю, что очень коротко не ждите милостей. Берите в свои руки, занимайтесь своими домами. Никто проблемы по-большому, по-крупному не решит. Да, может быть, один раз запустят тепло, да, может быть, там сделают один раз крышу. Но это не навсегда. Являясь собственниками, берите на себя ответственность и не ждите милости от государства. Спасибо. Дмитрий Юрьевич. Ну, я присоединяюсь, дополню и хотел что сказать. Важно жителям понимать, что многоквартирный дом это действительно такая неделимая единица. То есть у нас не каждый житель сам по себе выступает, они выступают именно коллективно. И чтобы принимать решения, они должны и уметь договариваться, и принимать решения грамотные, взвешенные. Ну, для этого, опять же, надо повышать свои знания и действительно брать на себя ответственность за свои решения. Только, ну, а в каких случаях можно принять правильные решения? В тех случаях, когда люди будут разбираться в том, чего же они решили. Спасибо большое. Я хочу от всего города Владивостока поблагодарить гостей. Действительно, очень хороший семинар, очень компетентный семинар. Интересно, доступно, компетентно. Что же хочу сказать жителям города Владивостока? Как кот Леопольд. Ребята, давайте жить дружно. Но никому мы не нужны. Наши дома. Получается так, что наши дома, мы должны решать наши проблемы, а ищем только виновных. Только виновных. Да никому, если мы сами не захотим решать эти вопросы, никто не поможет. Ни депутаты, ни управляющие компании, ни власть. Никто другой. Ликвидация правовой безграмотности в области ЖКХ – это залог успеха и благополучия всех жителей города Владивостока и России. Может быть, высокопарно, по основному, я действительно думаю так. Давайте жить дружно. Спасибо вам огромное за сегодняшний эфир. Я надеюсь, что многие телезрители действительно задумаются о своем отношении к этой проблеме. И, может быть, действительно это станет неплохим стимулом для того, чтобы как-то самообразовываться в этой сфере. Спасибо. Я напоминаю, что это был эфир программы «Время говорить». Я с вами прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин